Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epic 2008 года выпуска. 2.5 автомат. На этом автомобиле мы помоем дроссельную заслонку в надежде, что у нас уйдут плавающие обороты. Зажигание проверяли, катушки проверяли, свечи новые. Но обороты, тем не менее, на прогретом автомобиле, на холостых, плавают. Как это выглядит, я сейчас заведу, прогрею, покажу. Есть подозрение, что все-таки это с заслонкой. Мы ее снимем, промоем, прочистим, продуем, поставим и попробуем обучить. Попробуем обучить ее по технологии, как обучаются тойотовские и ниссановские заслонки. Приступаем! Ну вот, слышно, как подплавывают обороты. 144 тысячи пробег автомобиля. Вот, если посмотреть. Ладно, глушим и снимаем. Так, что, снимаем клемму аккумулятора минусовую. Откручиваем крышку. 5 болтов, головочка на 10. Вернее, 5 гаек, головочка на 10. Откручиваем патрубок. Хомут расслабляем. Все здесь грязно. Почему-то замаслено. Так, снимаем. Хомут. Берем болты десятки. И глушим болтами, чтобы у нас антифриз не бежал. Снимаем вот этот патрубок. Вот этот патрубок подкидывает масло. Снимаем разъем, нажимаем и снимаем его в сторону. И снимаем крышку корпуса воздушного фильтра. Снимаем крышку. И рями. Вот наша дроссельная заслонка. Снимаем с нее разъем и снимаем второй патрубок тасольный. Снимаем патрубок. Также берем болт и глушим. Все, основное мы все сняли. Берем шестигранник, пятерку и откручиваем четыре вот патрубок. 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 Тоже столько всего. Весь коллектор мыть надо. моем заслонку берем очиститель карбюратора это фирма valve очистить карбюратора и дросселя и заливаем его также и снаружи немножко его помоем очень он какой-то страшный ждем маленько и домываем его дальше отмыл заслонку до такого состояния саму помыл тоже номер даже появился 964 17710 протер немножко сверху где достал теперь берем устанавливаем заслонку на место прокладка силиконовый ее можно использовать несколько раз сначала все наживляем потом уже подтягиваем надеваем разъем выставляем примерно посередине и подтягиваем крест-накрест сильно тянуть не надо чтобы не повырывать резьбы из пластикового коллектора ну что теперь накрываем посольный шланг задний хомут на него одеваем крышку воздушного фильтра с воздуховодом ложим на место воздушный фильтр хíst-напляем накрываем вот просто в и надеваем разъем на дачек расходомера воздуха затягиваем хомут надеваем второй шланг надеваем второй шланг надеваем сапун так что ставим крышку и закручиваем ставим клемму ну что, заводим автомобиль пробуем прогреваем его и потом уже будем пытаться обучить заслонку поднимем поднимем Прогреваем. Ну что, у нас автомобиль прогрелся. Температура рабочая. Попробуем. Попробуем обучить, что из этого получится. Честно говоря, да нет, плавают. Все равно плавают. Так. Глушим автомобиль. И ждем. Ждем 10 секунд. Педаль мы не нажимаем. Включаем на 2 секунды зажигания. Так. Выждали 10 секунд. Включаем зажигание на 2 секунды. И выключаем. Ждем еще 10 секунд. Включаем на 2 секунды. Выключили. 10 секунд ждем и включаем третий раз. Педаль газа мы не трогаем. Так, ну все. Первый этап мы сделали. Давайте попробуем второй этап. Сейчас мы будем включать его буквально. Включили, выключили. Включили, выключили. Включили, выключили. Так 3 раза. Моментально. Педаль газа также мы не трогаем. Так, теперь мы попробуем завести и прогреть его. Так, при старте он обороты подкидывает маленько. Все хорошо. Температура у нас рабочая. В принципе, прогревать больше не надо. Обороты все равно прыгают. Значит, это все-таки дело не с дроссельной заслонкой. Но дроссельную заслонку мы еще не до конца не попробовали. Так, глушим и ждем 10 секунд. Включаем зажигание на 3 секунды. Через 3 секунды за 5 секунд мы нажимаем 5 раз педаль газа. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. И нажимаем ее и держим, пока у нас не заморгает чек. Все, ничего здесь нету. Здесь другая прошивка. Так она не обучается, как на Ниссане. Заводим. 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 Все равно обороты плавают Ничего нам чистка дроссельной заслонки Не дала Значит обороты связаны Что-то другое Неудачный опыт Будем искать дальше причину Всего вам доброго